Ребят, привет! Спасибо, что вернулись на мой канал. Сегодня к продолжению предыдущего видео я вам хочу рассказать про следующие новинки за последнее время, пока меня не было, что я приобрела. И в этом видео мы поговорим о кистях, которые у меня тут торчат в разные стороны. А у меня здесь есть несколько наборов, даже нет, не наборов. Ну, что за волосок? Что за волосок? Дон, это все твои волосы. Здесь есть два набора и несколько кистей просто от другой фирмы, которая я хотела попробовать. Начнем с первого набора. С первых двух наборов, что эти два набора от Real Techniques. Один набор это кисти из их Bolt Collection. Это их как бы люксовая версия Real Techniques. И эти кисти стоят уже подороже. Они типа должны быть «покруче» в кавычках. По... Я не знаю, что они должны быть, но в принципе они нет. Итак, у меня есть здесь набор, который я не помню, как называется. В этом наборе было три кисти. Все их кисти делятся по цветам. У них есть золотые, розовое золото и серебряные, серебряные для глаз, золотые, если я не ошибаюсь, для лица, а розовое золото для финишных тачей. По-моему, так. Как-то они делятся. Итак, в наборе было три кисти. У них была кисть номер 103. Это такая эксклюзивная кисть только для набора. Она вот такая вот большая кисть для пудры. Ну, как бы и можно и для румяна, и для пудры, и для бронзера, и для всего, что хотите, и для тела, и для лица. Была вот эта вот маленькая, одна из самых популярных кистей из Bolt Collection номер 300. Она для румян. Очень маленькая для румян, особенно для моего лица. И была вот такая вот милипухонькая кисточка номер 200, которая, в принципе, для глаз. Но эта кисть и хорошая для глаз, и для лица. Сейчас расскажу подробно. И у меня с предыдущих моих покупок была кисть номер 100. Это их кисть для пудры. Вообще, я вам хочу сказать, что если вы покупаете этот набор, эта кисть абсолютно будет лишняя. Она абсолютно не нужна. Но поскольку я ее купила, не знаю, месяца 3-4 назад, а этот набор примерно месяц назад, то, соответственно, она у меня уже была. Итак, я этот набор покупала на iHerb. На 20% скидки. Поэтому он не вышел дешевле, нежели его оригинальная цена. На самом официальном сайте он уже не продается, потому что он раскуплен. Хотя с официального сайта тоже выгодно покупать, поскольку доставка очень дешевая. И часто у них тоже есть разные скидки. 20-30%. Нужно просто записаться на их, на рассылку их имейлов. И тогда вы будете знать, какие у них есть скидки. Что хочу сказать. Оправдывают ли цену эти кисти? Эти кисти, ну, во-первых, так, по поводу упаковки. Упаковка у них блестящая. Если где-то она царапается, то, к сожалению, эти царапины сразу буквально видны. Что это для меня минус. Хотя они не так быстро царапаются. Но даже если на них попадает вода, то капельки, если вы их не вытираете, не протираете кисть, то капельки видны. Так что кисти должны быть всегда как бы протертые, для того, чтобы они выглядели заляпанными и некрасивыми. Как, например, у меня здесь. Потому что мыло. Она немножко заляпанная. Но, в принципе, этот... Вот я даже не знаю, есть это пластик или металл. Он, в принципе, более устойкий, даже нежели кисти от Зуива. Я как-то вам ставила фотку в инстаграме, как эти все кисти у меня поцарапались. Какое у меня вообще разочарование от кистей Зуива. Ну да. Так что этот металл более-менее нормальный. В плане кистей я хочу сказать, что они мягкие. Ими очень приятно, и особенно вот этой кистью, очень-очень приятно пользоваться. Если ее сравнивать с Real Techniques обыкновенной, то вот можете посмотреть. Такое сравнение. Это более... То есть она как заугленная, но она такая же лохматая, как и эта. Я этой очень-очень много пользуюсь. И пудру наношу, и когда лень, и румяна, и бронзер, и все подряд. То есть нанесла одно, нанесла второе, нанесла третье. И пошла. То есть для меня это очень универсальная кисть. Ей я очень довольна. Этой кистью очень удобно наносить все кремовое. То есть даже если вы делаете, например, контуринг, то кремом и какими-то сердцами, то полоску провел их, другой кистью растушевал. Если вы наносите кремовые тени, тоже очень удобно наносить. Я ей наношу консилер, я ей делаю контуринг носа. То есть хорошая кисть, в принципе, очень удобно пользоваться. Эта кисть, как и эта кисть, они очень похожи. Только вот эта большая, а эта маленькая. Они такие, на мой взгляд, очень неоднозначные кисти. Например, для меня, для румяна этой кисти маловато. Я не знаю, как вы это понимаете по поводу моего лица. Но для меня это мало. Она мне пятна ставит. Поэтому ей, я как бы, ну не знаю, может быть, можно наносить хайлайтер, но я не пользуюсь хайлайтером. Я когда румяна ей наношу, все равно другой кистью я пытаюсь растушевать. То есть она для меня очень такая никакая непонятная, неоднозначная. Этой кистью зато очень удобно наносить прессованное все. Но опять же, она ставит пятна. То есть они, да, хорошо подстрижены, они очень постепенные продукты, легко передаются на лицо. Но вот какие-то неоднозначные кисти, не могу понять, нравится, не нравится. Вообще, на мой взгляд, они очень хорошие кисти, не поймите меня, неправильно. Но я не знаю, я все равно бы их купила бы. То есть я бы заплатила за них эту цену, сколько они стоят. Но я не знаю, стоят ли они свою цену. То есть я фанат кистей Real Techniques. Можете, если я не знаю, все увидите. У меня все кисти для лица в основном от Real Techniques и часть от Заива. Я считаю, что Real Techniques одни из самых лучших кистей. Все, что касаемо лица, да, я не говорю про глаза вообще, потому что глаза я почти не крашу. Но вот я не могу сказать однозначно, что эти кисти стоят своей цены. И честно, мое субъективное мнение, мне не нравится их дизайн. Если бы они были вот без их дизайна обыкновенные, даже как Real Techniques обыкновенные или какие-то просто стандартные кисти, были бы намного лучше были бы. Они, может быть, тогда бы, ну, выглядели поприличнее, что ли. Не знаю, как-то вот... Ну, не знаю, это такое мое мнение. У меня очень неоднозначное мнение по поводу этого набора. Но поскольку я жгаби, мне же надо попробовать. Поэтому я, конечно, закупила и попробовала. Следующий набор от Real Techniques. Это называется Chicken Lip, по-моему, если я не ошибаюсь. Это такой вот розовый набор, он относительно новый. У них есть кисть для губ. У меня, по-моему, ни одной кисти для губ не было, поэтому это первая моя кисть. Кисть для контуринга. Дуа-фибра, контур-браш. Вот такая вот она, дуа-фибра, хотя не все как бы дуа-фибра, но у нее вот выделена эта вторая фибра, она прямо вот такая вот намного длиннее, нежели первая. И кисть для румян. Ну, такая вот простая кисть для румян. Очень напоминает вот кисть от ZUIVA в номере 126, если вы видите. Очень они похожи. Только это более какая-то, более плотно набита и менее такая, как лохматая, что ли. То есть это более-более плотная и более постепенная. Это более длинный ворс и менее плотно набита. Это очень мне нравится. Она очень удобно растушевывает румяный и бронзер. Я большими такими кистями контур себе не делаю, потому что мне это неудобно, мне не нравится. Я делаю себе большое пятно, и у меня щеки выглядят просто, мама, не горюй. Но для румян это просто шикарно. Пудру я ей также наношу, и пудру компактную ей наношу. В общем-то, очень функциональная кисть. В принципе, какая-то кисть от ZUIVA. Но эта кисть от ZUIVA у меня вся просто жестоко поцарапанная. И она, если честно, я их просто оставила для сравнения. После этого сравнения они уходят далеко и надолго. Эта кисть для контуринга просто любовь. У меня был, помните, у них был белый набор. Я в свое время купила белый набор, и его буквально через месяц отдала подруге, потому что не подружилась вот с этой вот длинной фиброй вообще. В этом же наборе, слушайте, я просто влюблена в эту кисть. У меня есть старая контуринг-браш. У них вот, помните, это Real Techniques вот эта вот оранжевая. Они абсолютно, конечно, разные, нечего здесь сравнивать. То есть это кругленькая такая, более как бочоночек, как их маленькая пудровая кисть. Это же более плоская, и у нее эта фибра очень длинная, тоненькая. В общем, я наношу, особенно вот в кремовое средство, я наношу так, тук-тук-тук. И оно просто вот такими вот движениями легко переносится. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и растушевалось. Просто фантастическая кисть. Я в нее влюблена. За секунду ее можно помыть. Вообще, обожаю кисти Real Techniques за то, что их помыл. Вот так вот стрес, полотенцем вытер, немножко подержал так, чтобы вода, которая там внутри осталась, стекла. И все. Они сухие, можно обратно их в кружку ставить и вообще не париться. По поводу кисти для губ. Могу сказать, что она плотно хорошо набита. Это ей хорошо наносить помаду. Я не часто ей наношу помаду. Только те помады, которые требуют, знаете, такого тончайшего нанесения, чтобы ни в коем случае не ошибся, никуда не залез, куда не надо. Даже эту помаду немножко, после того, как я тем карандашом у меня не получился нанести этот нормально контур, то я тоже немножко как бы разнесла. И даже, знаете, что я делаю? Я беру немножко тонального средства, наношу на руку. И если зашла где-то помадой, то этим тональным средством или консилером этой кистью поправляем. В общем, так что тоже отличная кисть. Ну и последние три кисти, которые я вам хочу сегодня показать, это кисти от Sigma. Вообще, хотела давным-давно уже попробовать кисти от Sigma. Много про них сказано, много про них спето. В свое время многие русскоязычные блогеры мы пользовались. Потом многие перешли на заива. Вероятно, потому что им просто всем поприсылали эту заиву. В общем, я давно хотела попробовать, тем более я сделала чистку. И абсолютно весь розовый набор заивовский я именно для лица отдала. Только для глаз у меня остались от заива именно розовый набор, да. У меня есть коричневый набор, коричневый набор в нормальном состоянии. Розовый же я с ним расстаюсь. Что я хотела еще показать? Итак, начнем с первой кистью. Это их бестселлер. Это кисть номер F80. Это Flat Kabuki. Обыкновенная вот такая плоская Kabuki. У меня есть одна моя самая любимая Kabuki. Это уже старенькая-старенькая кисть. Одна из моих первых. Это от Sedona Lace. Нет, 928. Она мягкая-мягкая-мягкая. Все-таки нету ни одной такой мягкой кисти, какая-то очень мягкая. Но они, в принципе, идентичны. Поскольку я очень люблю Flat Kabuki, я решила купить, попробовать сигмовскую, поскольку она самая их бестселлер. У нее там миллион разных призов и выигрышев, и мест, и тому подобное. Sedona Lace все равно мягче, но Sigma тоже мягкая, тоже приятно наносится, легко растушевывается. Единственное, что честно вам скажу, с Sigma немножко лезут волоски. Но я их или обрезаю, если он не вылезает, или просто вытаскиваю. Ну, совсем немного, по одному, два, тут и там. Сейчас один тоже сбоку так торчит. Я не хочу на место возвращаться. Достойная кисть. Могу понять, почему она многим нравится. Но это не менее достойная, но, по-моему, их цена одинаковая. Просто, знаете, очень часто есть по 20% скидки, а на Sigma, по-моему, вообще скидок нету. У меня тоже есть кисть от Zoiva 104, баффер называется. Но, к сожалению, для меня она очень жесткая. Хотя это тоже синтетическая кисть, казалось бы, тоже очень похожа. Но Zoiva для меня очень-очень-очень колючая кисть. Не могу ей пользоваться. Она была моей самой нелюбимой кистью. Хотя по руке вожу, и приятно. Но это моя самая-самая нелюбимая кисть, самая колючая. Девочки, я когда поставила пост по поводу Zoiva, что они у меня все обчерлись и все выглядят просто ужасающе, сказали, что все черные наборы, вот такие вот наборы, и даже не наборы, а одиночные кисти, не выглядят так. Выглядят замечательно и функционируют замечательно. Поэтому, может быть, это именно мой розовый набор. Не знаю. Вот. Ну, в общем, сикумская кисть мне понравилась, но Сидон Элес все равно выигрывает. Следующая кисть. Вот про эту расскажу. Один израильский блогер, Эшли. Самый популярный израильский блогер. Очень ее любит. Она про нее все время рассказывала. Давным-давно. Когда я ее смотрела в последний раз. Это кисть F86. Это тоже кабуки, но она вот такая вот, видите, остренькая. Эшли очень любила наносить ей консилер. Я же ей наношу все подряд. Вообще, консилером почти не пользуюсь. Периодически я как-то видео снимаю. Или не знаю. Но у меня почти, в принципе, нету таких синяков. Обыкновенные стандартные синяки, как у любой девушки. Поэтому я почти консилером не пользуюсь. Очень-очень редко. Поэтому для меня это абсолютная кисть для нанесения тона. Она хорошо работает с нанесением тона. Ей действительно очень приятно под глазами. Так, хоп, и прошелся, хоп, и прошелся. За счет того, что она такая, ну как, 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 как пулька, что ли. Да, как пулька такая. То есть, да, интересная кисть. Я именно тоже ее очень хотела попробовать. Потому что она тоже их бестселлер. С нее, по-моему, ничего не вылезало. К сожалению, эту кисть от Sigma. Мне вообще не с чем сравнить из того, что у меня есть. А если посмотрите на то, что стоит у меня на моем столике. Да, у меня все также находится в стеклянной, стеклянной кружечке. От свечек Fast and Body Works. Ничего, с этого момента не изменилось. У меня в основном кисти для лица. Потому что для глаз они у меня лежат внутри столика. Я вообще им в принципе не пользуюсь. Очень-очень-очень редко. Я уж так много наболтала, что у меня уже одна карта успела закончиться. Вы спросите, почему так много кисти для лица. Поскольку у меня лицо расположено к высыпаниям. Я никогда не пользуюсь два раза одной и той же кистью. Тональными вообще не пользуюсь. Поэтому для тонального средства у меня хотя бы кистей шесть, наверное. Хотя, наверное, я преувеличиваю. Раз, два. У меня пять кистей для тонального средства. Но есть еще парочку, которые не такие универсальными. Ими тоже можно пользоваться. Я никогда не пользуюсь одной и той же кистью. Потому что не могу себе позволить. Иначе меня моментально высыпает кистью для пудр. Могу себе позволить. Но если я через два дня не помою, то сразу можно. Тут высыпала, там высыпала. Поэтому да. И последняя кисть, которую я приобрела у Сигмы. Это для контура. Мне было очень интересно. Объясню сейчас, почему. Это F77. Это вот такая вот плоская кисть. Очень знаменитая кисть. Точно знаете, о чем я говорю. Она у многих похожая такая или иначе есть. У меня была заива в наборе. Такая вот. Ну вот теперь вы поймете. Их даже сравнивать невозможно. Это разлохматилось. Ее, конечно, можно, вы скажете, держи в чехле, когда сушишь. И тогда она не будет лохматая. Она будет тебе такая узкая. И да, вы можете быть правы. Но так как она сделана. Этот ворс, он тут наполовину у заива. Он наполовину натуральный, наполовину синтетический. Здесь же только синтетика. И он набит по-другому. Вы понимаете разницу? То есть это я вообще контур не могла наводить. Это я так делала. У меня получалось большое пятно. Но пока я его растушевывала, у меня вся щека выглядела уже не контур, а непонятно что. Я с ней абсолютно не сдружилась. У меня была еще такая кисть. Вот не помню, от чего у меня была такая еще кисть. Я смотрела на bold collection, на такую же кисть. Но поняла, что она такая же полная и нет смысла даже покупать. Ну да, вот с этой кистью я вообще не подружилась. Эта же кисть, ну действительно, вот правильно сделана, правильно набита. Она тонкая, она четко, четко и выразительно делает эту линию. Потом вы можете немножко вот так вот растушевать и взять другую кисть, растушнуть. То есть хорошая, правильная кисть. Ее купилось любопытство. Вот действительно было очень любопытно, как она будет работать по сравнению с той. Потому что видела уже на фото и на видеопримерах, да, которые есть на сайте Sigma, уже было видно, какая тонкая она. И я не разочаровалась. Я не могу сказать, что это моя кисть-фаворит, поскольку есть вот та вот Dua Fibra, которая мне нравится, пользуется намного больше, даже сухие продукты. Но этой, если хотите четко нанести, а потом этой, например, растушевать, то это самое то. Поэтому да, было интересно ее попробовать. Кисти, кстати, Sigma абсолютно не дешевые. Я не скажу, что они оправдывают свою цену. Поэтому, опять же, я настолько люблю Real Techniques обыкновенную версию. И они стоят все по 10 долларов, по 8. А эти стоят уже по 20, по 18. Что для меня все, что стоит 20 и 18, не оправдывает свою цену. Потому что я за 10 и за 8 так же довольна, сколько и за 20. Поэтому в этом плане для меня минус. И Sigma дала мне в подарок, потому что те три кисти у меня вышли даже больше. Видите, они даже стоили. Три кисти у меня вышло 75 долларов. У меня был купон на 20% скидку. Так что они мне стоили что-то 50 с чем-то. И на любую покупку с 50 там можно было выбрать какой-то подарок. Или что-то из косметики. И, ну, я не знаю. Я Sigma косметику никогда не пробовала. И как-то меня ничего не привлекало. И я взяла вот такую вот кисть, которая называется Eyeliner E05. Она как бы миниатюрная кисть. Заостренный айлайнер. Я подумала, что такая кисть, если она хорошая, а отзывы были очень хорошие, то такая кисть должна быть всегда в арсенале. И у меня, несмотря на то, что есть целый набор, который я выиграла в свое время отзыва в их конкурсе, то такой кисти там нет. Как ни странно. Поэтому я ее взяла. Я не пользовалась ей еще, поскольку глаза почти не крашу. Именно всякими подводками и тому подобное. Знаете, просто с ней игралась, как бы, ну, на руке рисовала, то, ну, очень-очень удобно. Она правильно тонко набита. Сам борз очень мягкий, но ее корень построен так, что он как бы на корне, она такая твердая, хорошо набитая. И к концу она идет более такая гладкая, мягкая и управляемая. Вот. Ну, в общем, не знаю, понравилась, но, честно, на глазах не пользовалась, поэтому однозначно, как она будет у меня потом на глазах рисовать, я не знаю. Но вообще, по-моему, такая кисть должна быть у каждой. Ну что, на сегодня было все. Следующее видео будет про сравнение четырех тональников, как я вам обещала в прошлом видео, и про мои ароматы, коллекцию, слэш духи и тому подобное. Всем хорошего настроения. Всех целую, люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok